В Республиканской филармонии прошло праздничное мероприятие, посвященное 15-летию литературно-художественному журналу на ногайском языке «Мамитакей». Издание является для маленьких читателей источником правильной образной речи. На юбилеи журнала побывал Алихан Лепшоков. Вот уже 15 лет, как коллектив литературно-художественного журнала «Мамитакей» все свои усилия направляют на то, чтобы развивать творческий потенциал подрастающего поколения. Первым главным редактором издания стал известный детский ногайский писатель, народный поэт Карачаева-Черкесии Аскербий Киреев. Он внес огромный вклад в становление детского журнала. А уже с 2009 года исполняющим обязанности главного редактора журнала стал член Союза журналистов России, поэт, корреспондент редакции газеты «Ногайда-Высы» Асан Найманов. Отратно отметить, что дети сами охотно сотрудничают с редакцией журнала, приходят к нам письма из разных школ Карачаева-Черкесии, не только Ногайского района, но и Адыгихабльского, Хабейского, Прикубанского, Зеленчурского районов, из городских школ. Спасибо всем учителям, родителям, которые занимаются своими детьми, которые тянутся к творчеству. Вот в этом году мы хотим создать на базе редакции журнала «Мамит-Экей» клуб «Юнкоров». Поздравил коллектив журнала «Мамит-Экей» и вручил почетные грамоты сотрудникам министра по делам национальности, массовым коммуникациям печати Карачаева-Черкесии Мурат Хапиштов. Он подчеркнул, что издание является живым источником богатого литературного мира и культуры Ногайского народа. Я хотел бы поздравить, в первую очередь, основного, который на сегодняшний день ведет наш журнал. Хотелось бы, чтобы и в дальнейшем, пожелаю тебе развития этого журнала, творческих успехов, чтобы мы гордились не только в Карачаево-Черкесии, но и во всей России издательством такого прекрасного журнала. Вот уже 15 лет «Мамит-Экей» радует детей своими интересными произведениями и красочными иллюстрациями. Собравшиеся на мероприятие отмечали, что сегодня журнал читает юные Ногайцы не только в Карачаево-Черкесии, но и в Дагестане, Ставропольского края, но и о скором времени к ним присоединятся дети из Астраханской области. Здесь в зале сидят многие, которые помогали и в первые дни журнала, и сейчас помогают. Да, Асан, я знаю. Асану, как брату, братишке своему, желаю вот так держать. Действительно, Аскар Бисович сделал правильный выбор. И сейчас у журнала хороший коллектив, полны оптимизма, несмотря ни на что. Вот каждый номер журнала они выпускают. В рамках юбилея журнала известные Ногайские артисты порадовали всех собравшихся своими музыкальными номерами. Альхан Лепшоков, Светлана Кокова, Аслан Баташев, Вести Карачаева-Черкесия.